Всем большой привет! Меня зовут Наташа Гром и добро пожаловать на мой канал. Я очень рада, что мы так снова с вами встретились именно здесь. И это очень круто, что мы здесь все собрались. Сегодня у нас пойдет речь про тег. Ребята, я так давно не снимала тег. Последний тег, который я сняла, был в 2015 году, аж два года назад. И мне очень часто пишут и говорят, типа, ну давай что-нибудь такое, такое вот, сними. И я решила сделать вот такое вот, как обычно, для вас, чтобы вам нравилось и чтобы было все очень здорово. И, ну, у меня, поскольку здесь собирается очень разная аудитория, поэтому мне бы хотелось угодить и тем, и тем. Но я знаю, что такого не бывает, поэтому давайте просто посмотрим тег. Вот и все. Итак, тег у нас сегодня самый банальный, самый простой, но его у меня не было на канале, поэтому я с удовольствием его для вас и отсняла. Вернее, снимаю, да. И этот тег, как вы уже поняли из названия, называется «Проблемы белых людей». Любимый напиток в Старбакс? Перед Новым годом там есть офигительные, просто очень крутые напитки, если я не ошибаюсь. Это какой-то кофе, который напоминает Новый год. Это все очень странно, но я забыла его название. Прям вот, серьезно, я забыла его название. Как он назывался-то? Прянично-имбирный латте? Точно, прянично-имбирный латте, да. Как долго собираешься по утрам? По утрам я собираюсь в зависимости от того, куда мне нужно ехать. Как правило, это, ну, минут 30. Минут 30 и, ну, может быть, минут 40, потому что я не всегда завтракаю, не всегда кушаю. Вот, поэтому мне здесь, как бы, у меня не нужно мне полтора часа, чтобы вот так вот накручиваться, там что-то делать. Короче, не нужно. Все, я обхожусь без этого. И, в принципе, у меня не особо парит, что у меня на голове. Вот, потому что я всегда расчесываюсь и, как бы, и крашусь, и все. Сколько селфи я делаю в день? И, если честно, иногда у меня бывают... Ну, то есть, в зависимости от настроения, в зависимости от того, где я бываю. Иногда я фигачу их штук 100, прикиньте, там, пока выберешь нужный ракурс и все дела, вот. А иногда бывают такие дни, но они абсолютно неинтересные, что я вообще даже, ну, как бы, не фоткаю ничего. И себя не фоткаю в том числе, вот. Но, как бы, селфи я не особо люблю делать, как бы это странно ни казалось. И бывает настроение для селфи такое, ну, такое, ну, такое, как это сказать, редкое, вот. Сколько подписчиков в твоем инстаграм? Дело в том, что у меня тут такая история. У меня был очень крутой инстаграм, был очень крутой твиттер. И, когда я возобновляла канал, после какого-то перерыва, когда долгами снимала, я поударяла те аккаунты, потому что там были люди, которые, ну, как бы, они меня знают, как, например, студента или как, например, там, кого-нибудь, ну, какого-нибудь работника, короче. Ну, у меня работают, наверное, вот. Вот, и я бы не хотела, чтобы они знали, что там есть канал. Я грохнула аккаунт в твиттере, у меня там было больше двух тысяч подписчиков в твиттере, в твиттере. И в инстаграме у меня было почти тоже две тысячи. Да, почти тоже две тысячи человек было. И я нисколько не жалею то, что я удалила все эти аккаунты, у меня теперь новые аккаунты. И я думаю, особенно я про инстаграм сейчас, я думаю, то, что придет время, я обязательно вам его покажу, расскажу и оставлю ссылку здесь, все, короче, вот так. У меня в новом инстаграме пока что очень мало подписчиков, 300 человек, вот. И я очень редко пащу фотографии, и у меня очень мало историй, как вы знаете, все любят stories, я тоже люблю stories. Особенно на носах, смотришь, у кого как не прошел. Поэтому у меня всего лишь там 300 подписчиков. Говоришь ли ты в жизни лол или омг? Лол я говорю очень часто, то есть это прям, ну, не знаю, блин, это, по-моему, прикольно, а омг нет. Носишь ли ты одну и ту же одежду дважды? Ну, как бы, я умею считать деньги, я знаю, на что их потратить, и я не могу просто каждый день покупать себе новые шмотки. Единственное, что я их пытаюсь как-то комбинировать, как-то менять, чтобы они все одинаковыми не были, и чтобы, ну, не создавалось впечатление, что я поехала к кому-то домой, и там осталась, и приехала в той же самой одежде, да. Поэтому я вношу вещи дважды, да, вот такие дела. Ты расист? Нет. И вообще я считаю, что все люди едины, и как-то делить на расы, это очень глупо, серьезно. Сколько у тебя твитов? Больше трех тысяч. Инстаграм, твиттер или тамблер? Я думаю, то, что Инстаграм. На что тратишь больше всего времени? Ну, так как у меня времени очень мало свободного, это все, что связано с Ютубом. Монтаж, съемка, цветокоррекция, продумка сценариев, продумка того, чего еще можно снять, отсмотр разных ютуберов, отсмотр того, что бы можно было бы снять. Ну, так, я подглядываю чуть-чуть, так, ну, про тем, кто что-то снимает, я, честно говоря, подглядываю. Ну, мне просто интересно, вот, я же слежу за трендами. Поэтому все мое время занимает свободно, это Ютуб. Честно, ребят, это правда, но-но-но. А, вспомнила, сериалы, конечно, ну, куда без сериалов-то. Я вот просто не знаю, стоит ли снимать отдельный ролик про сериалы, но, в принципе, я думаю, что можно, да, да. Любимые ютуберы? Назову просто буквально трех, потому что я хочу на днях отснять видео про любимых ютуберов и того, кого я смотрю, так как вы больше всего спрашиваете. Любимые ютуберы? Настя Шпагина, потому что я люблю косплей, люблю переодевание, люблю... Плюс она человек хороший, я ее знаю, как бы, ну, в жизни, я ее знаю, да. Катя Клэп, потому что я с ней общалась в жизни, и я знаю, какая она в жизни, и я ее также знаю. Я, блин, она очень крутая, серьезно, и как человек, и вообще, ну, серьезно, вот, если вы бы с ней пообщались, вы бы поняли, о чем я сейчас говорю. И еще у кого, вы знаете, наверное, хочется выделить необычного, необычного, необычного такого человека, который, как бы, я никогда о нем не упоминала здесь. Это Юджин Сагас, я правильно произнесла, к его зовут, он снимает игры и все, что связано с играми, и мне это очень-очень нравится. То есть, честно, я прям смотрю, ну, я не скажу, что я в каждой ролике смотрю их, но я смотрю, да. Как часто делаю я маникюр? Если честно, я это делаю очень редко, очень, ну, как бы, ну, именно сама подстричь ногти, да, то есть форму придать, да, то есть, как бы, я редко крашу их лаком. Это правда, и я пока даже не знаю, почему так, я не знаю даже, ну, короче, я не могу это вам объяснить, почему и так происходит, но я знаю, что это красиво, это ухоженность рук, все дела. Да, но у меня очень быстро слетает лак, и если я еду на какое-то мероприятие, то, понятное дело, что я делаю маникюр, и считаю, что, ну, это правильно, его надо делать, и, ну, блин, у девушки должен быть красивый маникюр. И я считаю, что раз в неделю нужно делать, но у меня пока вот так, и я с этим ничего поделать не могу. Ты шопоголик? Я думаю, что нет. Я думаю, что мне как-то, я не могу сказать то, что мне прям заставляет кайф магазина, даже наоборот, я не люблю ходить по магазинам, ни по каким, ни по продуктовым, ни по шмоткам. Мне нравятся строительные магазины, как бы это странно ни звучало, по типу там, какие-нибудь мебельные, по типу УКИ, потому что я хочу все переделать в комнате. Для меня существует такое понятие, как онлайн-шоппинг, когда ты сидишь на сайте и выбираешь, и никуда не выезжаешь, и тебе это не надо, в общем-то, тратить время на дорогу, примерочно и так далее. Вы спросите, как же так, а как же потом угадать с размером, как же те же джинсы, в конце концов. Вы знаете, я всегда угадываю. Вот серьезно, у меня как бы с этим проблем нет. И для меня абсолютно несложно заказать, и если эта шмотка не подойдет, я просто сразу это рассказываю, чтобы все вопросы отпали, я их продаю. Есть куча сайтов, если вам такая тематика интересна, можно я сниму на это видео, но я не уверена, что оно вам интересно, поэтому я просто отвечу на вопрос, что нет, я не шпаголик, я покупаю, я люблю новые вещи, да, я люблю, но мне нужно, чтобы был компьютер, интернет, и все, и свободное время, чтобы можно было выбрать. И делаю я это не так часто. Сколько раз я смотрела фильм «Дринные девчонки»? Три раза. У тебя много одежды? Вы знаете, у меня не так много одежды, как то, что она часто меняется. Я действительно часто меняю одежду, да. Но у меня такое происходит, какой-то круговорот одежды в гардеробе, так скажем, поэтому я никак не успеваю оценить вам видео, что в моем гардеробе. То есть, как это происходит? У меня есть, например, кофт 6, например, сколько-то количества джинсов, еще, еще. И тут я понимаю то, что я очень часто появляюсь в той или иной шмотке, я ее продаю, и понимаю то, что я продаю дешево, чем я покупала, но какие-то деньги отбиваются, я покупаю себе новую вещь, и она уже как бы новая. И на мне все новое, и она мне нравится, и, допустим, проходит месяца-два, она меня начнет раздражать, и я ее продаю. Это относится только к тем вещам, которые я ношу в повседневе. То есть, это не косплей, который я собираю, чтобы там сделать какой-то костюм, да, там где-то выступить и так далее. Это именно повседневные шмотки. Фоткаешь свою еду? Нет. Фоткаю очень редко еду, и фоткаю, знаете, в основном какую-то редкую еду, по типу, там, какие-нибудь крабы, там, какие-нибудь, там, восьминоги, а вот обычную еду, там, какую-нибудь, нет, я не фоткаю, я вообще не люблю, когда фоткают еду, кроме каких-нибудь редких, изысканных, так скажем, овощей, фруктов, ну, то, что было бы интересно попробовать мне. Носишь макияж каждый день? Есть, да, если кот выезжает, то да, конечно, если я целый день сижу дома, то нет. Какие у тебя были оценки в школе? Вы знаете, у меня были очень плохие оценки в школе, но школа я закончила, все как бы с этим хорошо, и поступила в институт, и проблем с этим не было. Как ты обычно укладываешь волосы? Я их просто мою и стараюсь не сушить феном, чтобы структура волос, она не портилась, и все. В принципе, больше никак. Но мне пока так нравится, пока я так хожу. Всегда ли ты выглядишь презентабельно? Нет, не всегда, и это мой косяк, если честно. Надеюсь, видео вам понравилось, я ответила на все вопросы, которые были в этом теге, и, наконец-то, этот тег сняла, потому что меня очень давно об этом просили. Ставь палец вверх, если видео понравилось, подписывайся на канал, и ставь колокольчик на оповещение, чтобы, как только видео открывались, были открытыми на моем канале, вы смогли просмотреть их первыми. Я вас очень люблю, всегда ваш огромный таж, пока!